Добрый день, уважаемые зрители! Гость сегодняшней нашей студии, человек очень необычный. Это герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергеев Владимирович Куч-Сверчков. Представляю с большим удовольствием нашего собеседника. И хочу, прежде всего, поблагодарить за то, что пришли, за то, что отвечаете сейчас на ряд вопросов. Сегодня последний день зимы, наступает весна, и весной один из самых любимых праздников, в частности у меня, это 12 апреля, день российской космонавтики. И в гостях такой человек, Сергей Владимирович, ваш полет был в 2020 году. Вы провели тогда в космосе 185 дней почти. То есть, если точно там 184 дня, 23 часа, 10 минут, и такой срок, это полгода пробыть в космосе. Как такие длительные перелеты сказываются на организме, на вообще, как вы это все перенесли психологически и физически? Расскажите нам, пожалуйста. Добрый день. Ну, 180 дней, полгода, это стандартная длительность экспедиции на Международную космическую станцию. То есть, мы к этому сроку заранее готовимся, мы знаем, что он будет такой длительности. Естественно, и люди, которые нас готовят, в том числе и медики, и ученые, они знают, что нам предстоит. И, конечно, у нас есть определенные средства подготовки и средства адаптации на станции, чтобы полгода прошли так, как нужно. То есть, с одной стороны, конечно, полгода, это каждый день расписан буквально по минутам. У меня лично не было такого времени, чтобы я успевал скучать по дому, конечно, но были определенные моменты, но, тем не менее, очень много свободного времени нет. Вот, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть, с физической точки зрения, есть средства поддержки космонавтов. Мы можем общаться с домом, у нас есть доступ в интернет, у нас есть фильмы, большая кинотека, синематека, библиотека, цифровом виде, конечно, потому что бумажные книги уже никто не возит. Ну и, конечно, средства, которые нужны для поддержки физической формы. То есть, есть тренажеры для того, чтобы мы не отвыкли от нагрузки, пока находимся в невесомости. То есть, постоянно, помимо работы, которая является основной частью дня, мы заняты. Поэтому времени скучать некогда, но и вот эти полгода, они просто пролетают очень быстро. — Вот, Сергей Владимирович, скажите, а вот когда домой захотелось-то? Сразу после полета или в конце? — Нет, ну, конечно, в начале полета очень хотелось поработать на станции. Это то, что хочет каждый космонавт, то, чего он ждет и то, к чему он идет. Это старт, стыковка со станцией, переход на станцию и долгожданная жизнь на станции. Многие спрашивают, боимся ли мы этого момента. Космонавты, они... Для космонавта это волнительный момент, очень ответственный момент, конечно. Это динамические этапы полета, когда все очень быстро меняется. Переход с траектории на траекторию, стыковка — это очень-очень важные, ответственные моменты. Есть определенное волнение. Но, тем не менее, есть и очень радостный момент, потому что, наконец-то, мечта сбывается. — Во-первых, длительная подготовка была перед полетом. — Да, да. — Это как итог? — Все космонавты готовятся не менее 5-6 лет. Это самый, скажем так, короткий период подготовки. А тем, кому повезло, буквально 5-6 лет готовятся, те, кому меньше повезло, скажем так, они готовятся дольше. Я ждал своего полета 10 лет. Не просто ждал, готовился к полету 10 лет. У нас есть определенная очередь. Космонавты расписаны буквально по экипажам. И ты примерно знаешь, когда твой полет, и к нему готовишься. Но бывают, конечно, изменения, бывают переносы, изменения в программе. И это тоже часть работы. И ты никогда не уверен на 100%, что ты полетишь именно в указанный срок и вообще, что ты полетишь. Поэтому есть такие нюансы. — То есть все было заполнено работой, и мыслей о доме не было? — Конечно, у меня мысли о доме были. Мы же нормальные люди. Дома семья, дети. Естественно, были какие-то моменты, когда я по ним скучал. Но у нас есть связь. Мы можем общаться по телефону. Можем звонить домой. Есть возможность пообщаться немножко по видеосвязи раз в неделю. То есть это, конечно, не полная изоляция. Но такой тяги безумные, что прям хочу домой, и все. У меня такого не было. — Ну, вот и так 185 суток, почти 185 суток полета достаточно много. Вот я даже представить, допустим, мне даже тяжело представить, как это все переносит. Но есть и более, были и более большие сроки. И вообще сейчас человечество начинает подготавливать к сверхдальним перелетам. Как вы знаете, уже такие планы есть. Вообще готовы ли человечество к сверхдлительным космическим полетам? — Все к этому идет. То есть действительно ведутся работы, ведутся научные исследования. И на Международной космической станции проводятся опыты, которые необходимы для поддержки как с медицинской точки зрения, так и с психологической, и с точки зрения техники поддержки длительных полетов. Мы испытываем телемедицинские технологии, чтобы, находясь очень далеко, не имея возможности доступа к врачам непосредственно, могли проводить консультации с Землей. Это полеты длительностью около года. В последнее время у нас были несколько полетов, когда космонавты находились год примерно на орбите. Естественно, не просто так. Все это время проводились медицинские исследования, целью которых был мониторинг состояния человека, чтобы понять, способен он год спокойно прожить в невесомости, и какие средства нужны для того, чтобы компенсировать все негативное влияние, чтобы он здоровым вернулся домой. Все мысли наши направлены на освоение космического пространства. Действительно, это так. А конкретные шаги — это уже космическая программа на будущие годы. Она должна сверстаться. И какие конкретные экспедиции, какие конкретные проекты, это мы узнаем в будущем. Но на уровне экспериментов, на уровне работы мы постоянно накапливаем статистику и проводим исследования для полетов дальше. Человеческая мысль направлена на полеты к Луне, к Марсу и дальше. И когда-нибудь на пыльных тропинках останутся наши следы. Я думаю, когда-то это определенно произойдет. Сергей Владимирович, вот вы провели в открытом космосе, не только внутри станции, но и в открытом космосе 6 часов 47 минут. При этом вы выполняли достаточно сложные работы. И там была и регулировка, насколько я понял, антенны, и проверка герметичности каких-то там узлов и так далее, и тому подобное. Но 6 часов в открытом космосе — это тоже очень серьезное испытание. Вообще, полет в открытом космосе — это что такое? Расскажите. Ну, это сложно в двух словах описать. По сути, мы вдвоем с партнером, с напарником, это был Сергей Рыжиков, командир нашей экспедиции, и я. Мы выходили в открытый космос через специальный шлюзовой отсек в скафандрах. Скафандр называется «Орлан». По сути, скафандр «Орлан» — это автономный космический корабль, и мы никаким образом не были связаны со станцией, кроме как с страховочными карабинами. Все. А, только вот... Только механическая связь для того, чтобы держаться за станцию. Все. То есть, все запасы воздуха, электричества, системы охлаждения — все было у нас с собой. По сути, скафандр, в котором космонавты выходят в открытый космос — это маленький персональный космический корабль. Но ведь это опасно. Ну, конечно, это опасная часть работы, но к этому готовиться. Это не так, как в космических фильмах, в фильмах о космосе, когда ты взял скафандр, надел и пошел в открытый космос. К выходу в открытый космос готовятся еще загоди на Земле. Все операции, которые должны быть отработаны за пределами станции, их репетируют на Земле. В специальных гидролабораториях в состоянии нейтральной плавучести, которая приближенно напоминает работу в невесомости за пределами станции. Это очень здорово помогает нам ориентироваться по времени даже, сколько времени уйдет на то или иное перемещение. Потому что работа в макетах, в полноразмерных, полновесовых, габаритных макетах скафандров на Земле, она очень близка к работе в открытом космосе. Скафандр настолько тяжелый, и в нем трудно работать и на Земле, и в космосе. Разницы почти никакой нет, только есть свои особенности, вот с невесомостью связаны. Поэтому все отрабатывается, к выходу готовится за две недели практически начинает готовиться. Все-все-все элементы, все шаги, они рассчитываются, просчитываются, но не всегда получается так, как все запланировано. Но бывают какие-то заминки, бывают нештатные ситуации. По-моему, были, да, во время открытой, я читал в статьях, когда вы выходили в открытый космос, вот как раз во время этого выхода, была какая-то нештатная ситуация, но я так и не очень-то понял, в чем она была. Была нерасчетная ситуация, то есть мы не смогли во время работы в открытом космосе не смогли открутить несколько болтов, так как не было предусмотрено циклограммой, то есть эту циклограмму не провели как следует, и мы обнаружили, что болты невозможно открутить в открытом космосе. И, ну, конечно, пришлось как-то выходить из этого положения, мы эти болты оставили для работы следующему экипажу, который уже предусмотрел специальный инструмент, и в следующий выход уже открутили все, что нужно. То есть проблема была решена? Проблема была решена в следующем выходе, следующим экипажем, да, но вот, к сожалению, в нашем выходе мы не смогли часть работы выполнить по причине вот такой вот неисправности небольшой. А вообще пребывание в открытом космосе по ощущениям отличается от пребывания внутри корабля? Конечно, конечно, отличается очень сильно, потому что ты находишься снаружи станции, и, во-первых, конечно, видишь станцию снаружи, понимаешь, какая она огромная, и, конечно, видишь землю со стороны, это не такой вид, как вид из иллюминатора. Дело в том, что, ну, вид из иллюминатора – это вид через окно. Ты находишься в помещении и смотришь в окно на землю, а здесь ты находишься снаружи, получается угол обзора совершенно другой. Ты можешь посмотреть… Любую точку. Да, вокруг себя на 360 градусов, находясь в пространстве, и все открыто вокруг тебя. И, конечно, ты понимаешь, какое расстояние до земли. Буквально висишь в пространстве, а под тобой плывет земля. Это сложно с чем-то сравнить, наверное, только если сесть на крыло самолета, и примерно вот, который летит очень высоко. Ты понимаешь, что ты физически можешь болтать ногами, а под тобой под ногами 400 километров. И наша голубая планета. Действительно незабываемое ощущение. Поговорим о героизме. Вы удостоены от самой высокой награды Российской Федерации. Это герой Российской Федерации. Она вам присвоена за длительность… Ну, я читал описание награды за длительность полета. И крайне общее было сформулировано, что вы выполняли какие-то действительно важные вещи. Но вот за что конкретно дают герои Российской Федерации в применительном вашем случае? Дело в том, что каждый полет космонавта, он связан с риском. Многим кажется, что полет в космос, он стал рутинным. То есть экспедиции летают регулярно. Вроде бы катастроф даже не происходит. Но и все это именно из-за того, что проводится колоссальная работа и с точки зрения людей, которые технику создают, и с точки зрения тех людей, которые готовят экипажи, и с точки зрения самих экипажей. Я скажу сразу, что космический корабль, на котором космонавты поднимаются, он каждый раз обновленный. То есть их двух одинаковых нет. Их постепенно модернизируют. И если снаружи кажется, что это все тот же корабль, который летал 20 лет назад, то внутри это, кроме, может быть, эргономики пульта, внутри это уже другое. Там стоят цифровые системы управления, там стоит другое программное обеспечение. Постепенно меняется арматура. То есть корабль все время совершенствуется, и каждый полет предусматривает испытания. Вот у нас, например, стояли новые циклограммы спуска, и мы летели первой по двухсуточной схеме. То есть мы практически полностью отдавали управление в руки системы управления. Это как автопилот у самолета, который сам взлетает и сам садится. То есть полностью от старта до стыковки машина работала автономно. Но при этом экипаж, наш экипаж постоянно готовился к тому, что если что-то пойдет не так, надо будет брать управление на себя и переходить на другие алгоритмы управления. Это стандартная схема подготовки. То есть мы всегда готовы к тому, что что-то откажет. И таких отказов может быть сотня. И вся подготовка идет к тому, что если что-то откажет, ты должен продолжать работу и продолжать программу экспедиции. То есть отказ не должен приводить к какой-то нештатной ситуации. И даже если что-то происходит, то экипаж выполняет свою работу и все нештатно. И никаких новостей о какой-то аварии или о какой-то ошибке их просто не будет, потому что экипаж отрабатывает сразу же. Но это требует длительной подготовки, определенных кондиций. Ты все время должен быть на готове. То есть в этом есть определенный еще героизм, поскольку вы правильно говорите, что ситуация в любой момент могла пойти нештатно. И пришлось бы это все дело исправлять, работать над этим. В частности, вот, например, вы сказали двухвитковая схема подлета к станции. Она, во-первых, очень сверхскоростная, буквально за три часа. То есть многие даже там внутри страны с самолетом столько не летят, а вот вы долетели до космической станции за рекордные три часа, и это действительно риск, причем серьезный. Вы же, по-моему, первый раз, это первые, да, кто эту двухвитковую схему опробовал? Да, наша схема была опробована. Причем, когда мы узнали, что эта схема будет опробована, то мы, естественно, согласились опробовать, потому что это что-то новое, это важно. Сейчас все корабли летают, пилотируем по двухвитковой схеме, это уже введено в регулярную схему запуска, но дело в том, что мы не с самого начала готовились по двухвитковой схеме, тоже в процессе подготовки появилось предложение, и времени у нас было очень мало, поэтому пришлось буквально днями и ночами учиться, для того, чтобы... Страшно было, скажите. Не страшно, интересно. Была очень хорошая мотивация, то есть ты делаешь что-то новое, что-то важное, и ты готов тратить любое время для того, чтобы выполнить свою задачу. То есть такая, я бы не сказал самоотверженность, но у каждого космонавта это есть. Если что-то нужно для дела, он будет работать. Вот так, уважаемые телезрители, героизм, это двание героя не присваивается просто так, просто за то, что просто вот человек, допустим, летал банально дежурно в космос, действительно возникают всякие вещи, и вот действительно новаторские вещи были в полете Сергея Владимировича, и были вещи, которые действительно требовали действительно и самообладания, и самоотверженности, и тяжелой подготовки. Вот давайте поговорим о подготовке. Вот задам банальный, сакраментальный вопрос, как стать космонавтом? Как вы стали космонавтом? Как вы к этому пришли? Ну, сразу скажу, что космонавтом я не мечтал стать с детства, не мечтал стать космонавтом, когда я был маленький, хотя многие мои коллеги, они действительно пришли в космонавтику после детской мечты. Вот. И я уже решил свою жизнь связать с космосом, с пилотируемой космонавтикой, когда я учился в университете, уже будучи студентом. А что подвигло? Ну, с одной стороны, конечно, это любознательность, романтика, потому что это взгляд на Землю со стороны, но это, скажем так, когда это еще была мечта, то есть я не понимал, что это что-то очень далекое, хоть и очень интересное. Я закончил МГТУ имени Баумана по специальности ракетный двигатель, то есть у меня была космическая специальность, и ушел работать на профильное предприятие, которое занималось как раз созданием космической техники, космических кораблей и станций. То есть вы были инженером? Да, я работал инженером. И интересный вопрос, который пришлось задавать себе во время работы. Создавая космическую технику для работы людей в космосе, надо понимать, как это, работать в космосе, потому что работа в космосе, она отличается от работы на Земле. На Земле мы используем только одну плоскость, а в космосе мы используем объем. Мы даже не в квадратных метрах считаем размер станции, а в кубических. Потому что нам важен объем, мы используем все поверхности, и мы можем работать и на потолке, и на стенах, и на полу. Это, в принципе, понятие достаточно условное. Стены, потолок, пол. Это для того, чтобы не путаться внутри станции, у нас есть такое распределение. А физически там не имеет никакого значения, как вы будете работать. Поэтому, чтобы создавать космическую технику и знать, как это нужно, нужно по-хорошему слетать в космос. А на предприятии, в конструкторском бюро работали космонавты, которые с опытом полета помогали и помогают инженерам в разработке техники. Ведь они знают, как правильно сделать. И мы беседуя с ними, втянулись. Да, я понял, что, чтобы делать что-то правильно, надо самому мыслить, как космонавт, понимать, как это. Ну и, конечно, после этого я понял уже, что стать космонавтом действительно можно, потому что я, пообщавшись с моими опытными, уважаемыми коллегами старшими, я понял, что они тоже когда-то пришли в космонавтику и преодолели долгий путь. Но если ты действительно чего-то очень хочешь, то все достигает, все можно достичь. Поэтому я начал свой путь, уже собрал документы, отправил заявление, и с этого началась моя дорога к полету. Непростая. У всех космонавтов она непростая. То есть не бывает такого, чтобы ты отправил заявление, и тебе прислали обратно бумагу, что парень, мы тебя берем, все. Собирайся. Да, ни одного космонавта такого не было, наверное, в карьере. Каждому, наверное, к сожалению, а может и к счастью, потому что это определенный элемент отбора, приходилось проходить через тернию. Вот, то есть я первое свое заявление отправил в 96-м году. О-о-о. Не обманывал, в 2006-м году. В 2006-м году я еще был школьником. В 2006-м году, а в отряд меня зачислили только 2010-м, а полетел я только 2020-м. То есть 10 лет ушло на целенаправленную... На подготовку именно в отряде, а еще перед отрядом необходимо было пройти все тесты, весь отбор. И у меня получилось это не с первого раза. Поэтому, если действительно очень сильно чего-то хотеть, то надо упираться. Это один из элементов отбора правильных людей в отряд. И я горжусь, что я работаю с такими людьми, каждый из которых действительно очень упорно работал для достижения своей мечты для полета в космос. Вы понимаете, еще со времен Советского Союза сложилось мнение, что космонавты это какие-то сверхлюди. Во-первых, поговорка здоровья, как у космонавта. То есть это непременно должно быть. Здоровье такое, что среднестатистическому гражданину это далеко, далековато до этого. И ментальное здоровье тоже. Боли, выдержка, умение терпеть, умение отдать все ради страны, ради своего любимого дела. И вот это вот мнение, оно сложилось. А сейчас мы видим, что потихонечку-потихонечку уже начинает появляться отрасль космического туризма. Уже люди, которые заплатили, у которых там есть несколько миллионов долларов лишних, они могут это тихонечко в кассу отдать и спокойно слетать. Пока за рубежом это достаточно такое уже явление. И вообще, ну вот, здоровье, это все, это входной порог, это закрывает, закрывает дорогу перед тем, кто хочет стать космонавтом. Ну, тут важно отличить туриста и человек, который летит на короткий срок, и профессионала. Потому что, я скажу так, сравнивая с гражданской авиацией, большое количество пассажиров никаким образом не обесценивает работу профессиональных пилотов, которых требования к здоровью тоже очень высокие и которые тоже много учатся и для того, чтобы выполнять свою работу. То есть, если возьмем, сто лет назад, больше ста лет назад, когда авиация только-только начала развиваться, летали только самые умелые, ну, наверное, здоровые, конечно, люди, а пассажиров были единицы, десятки. Сейчас пассажиров миллионы и десятки миллионов и требования к здоровью минимальны для того, чтобы можно было купить билет на самолет. Тем более, даже пассажиров никто не проверяет. Не сами заботятся о своем состоянии здоровья. Я думаю, что когда космонавтика разовьется до такого уровня, что мы сможем перевозить пассажиров, то, наверное, требования будут к пассажирам минимальны, а требования к профессиональным космонавтам останутся на такой же высоком уровне. То есть нельзя сравнивать... Но, может быть, все-таки может быть, все-таки профессиональные умения космонавта станут более приземлемые, то есть вот более доступные широким слоям населения. То есть я вот представляю, допустим, да, вот космонавт будущего, это среднестатистический гражданин. Все зависит от нагрузок. Дело в том, что я постараюсь объяснить, почему такие нагрузки и... Вернее, почему такие требования высокие к профессиональным космонавтам. Потому что космонавту необходимо сохранять свой уровень здоровья, а здоровье с возрастом и с нагрузками лучше не становится. Необходимо сохранять определенный уровень здоровья на протяжении 10-20 лет. Для пассажира это необязательно. Для пассажира важно иметь хороший уровень здоровья только для полета. Поэтому таких высоких требований нет. Согласитесь, было бы, наверное, нерационально, неразумно брать в космонавта человека, у которого здоровья хватит на ближайшие полгода, а потом его придется списать, потому что он негоден дальше. И здесь мы понимаем, почему к туристам, например, понижены требования к здоровью, потому что здоровье должно быть ровно настолько, чтобы он выдержал короткий полет на неделю, вернулся на Землю, а здесь требования на Земле для того, чтобы просто жить совсем минимальные. А космонавту для работы требуется здоровье, которое должно хватить на годы, не только на полеты для того, чтобы выдержать перегрузки. Для этого здоровья действительно среднестатистического может хватить. Но для того, чтобы человек отработал На высоком уровне с нагрузками полгода в космосе Вернулся, восстановился, прошел реабилитацию И полетел снова И все это время между полетом и перед полетом Он должен готовиться и выдерживать определенные психоэмоциональные и физические нагрузки Требования вполне себе определенные Есть стандарт требований по здоровью И космонавтов отбирают по здоровью по хорошему Именно для того, чтобы оно позволило нам работать как можно дольше Это не просто отбор по здоровью, а отбор по запасу здоровья, скажем так Ну и плюс еще и ментально, психологическое здоровье тоже должно быть Конечно Что касается отбора Сейчас требования такие Если кто-то вдруг понял, что он очень хочет стать космонавтом Гражданин России Не старше, насколько я помню, 34 или 35 лет Я думаю, можно уточнить Есть положения по отбору По прошедшим отборам Их можно найти в интернете Но не младше 27 Обязательно высшее образование Связанное с авиационной или космической Специальностью И, конечно, состояние здоровья хорошее Которое подтверждается обследованиями И хорошая характеристика с работой То есть человек должен иметь опыт работы Просто нельзя выйти из института и сразу после университета Подать заявление в космонавта Потому что необходимо как минимум 3 года поработать Чтобы понять, что такое трудовые отношения Персональная ответственность И получить положительную характеристику с места работы В партии вступать обязательно? Нет Нет, но Почему необходимо техническое образование и летное? Дело в том, что космонавты универсалы И они работают на космической станции Которая является сложным техническим объектом Это раз Во-вторых, выполняют операторскую работу Это и управление космическим кораблем И работа с органами управления И скафандра, и станции То есть необходимо иметь и Хорошую реакцию И хорошая способность переключать внимание Поэтому лучше под эту работу Подходили летчики Истребительной авиации Как Сергей Павлович Королев Когда-то сказал И действительно так Почему человек летает один И все операции выполняет один То есть у него хорошее распределение внимания Потому что вылетает на высокой скорости Где каждая секунда важна А затем, когда космические корабли стали сложнее Появились космические станции Нужны были люди, которые в этом всем очень хорошо разбираются Матчайзмают Да, то есть инженеры Космические специальности авиационные Подошли тут очень хорошо В принципе, можно взять человека И попытаться его обучить Всему этому Но на это уйдет время И никаких гарантий нету Что человек освоит эту матчасть Поэтому проще всего, конечно, набирать тех людей Которые хорошо умеют работать На «ты» буквально С железом, со сложными системами Это летчики-инженеры А летчики, они уже отборы по здоровью прошли То есть пока мы не придем к градации Что вот есть пилоты, а есть пассажиры Да, будут отбирать именно тех людей Которые хорошо работают с техникой Ну и, конечно, уже из этих людей Отбирают те, которые и здоровые И хорошие психоэмоциональные кондиции у них И кругозор широкий, очень важен То есть, в принципе, такой вот отборный материал должен быть И уже на этом этапе мы получаем претендентов Очень хороших претендентов для подготовки в космонавты Космонавтами они еще не становятся Но начинают свой путь Как все космонавты когда-то начинали Знаете, в последнее время Такая очень интересная тенденция наметилась И я хочу о ней спросить Такой необычный немножко вопрос Много ли верующих среди космонавтов? Есть верующие среди космонавтов Я не могу сказать, насколько много То есть, просто вот эти фотографии с МКС Где там иконы были Все вот с собой иконы многие Где-то некоторые Да, экипажи могут брать иконы Это личное дело каждого Это никогда не навязывалось Если человек неверующий Там нет икон в интерьере Если верующий, он может поставить иконы То есть, это не является ни препятствием, ни преимуществом? Нет, самое важное требование Это профессиональные качества А религия Это личное дело каждого Если она не мешает работе Никаким образом не препятствует Выполнению профессиональных обязанностей Ну, как бы Ничего в этом нет Вот я, как какая-нибудь старенькая бабушка Задам вопрос А вот ничего там божественного не происходило Во время вашего полета, например Что-то такое замечали? Я лично ничего не замечал Чего-то сверхъестественного Или чего-то божественного, как вы сказали Ну, лично я не У других какие-то свои истории? Каждый может находить что-то особенное Но это индивидуально, наверное, все Лично для себя Такой вопрос У нас в последние годы идет очень интересная дискуссия И в России И вообще это мировая дискуссия О частной космонавтике И вот пример Ивона Маска Который добился совершенно невероятных успехов Именно на поле частной космонавтики Каждый мы практически слышим Постоянно о новых полетах О новых испытаниях Эти драгоны, эти фальконы И вот в чем обусловлен успех именно? Вот почему у них это произошло? А вот у нас как-то немножко Ну, мне сложно сказать Я совершенно не обладаю информацией Что называется изнутри Но с другой стороны Это и, наверное, особенности работы Частной космонавтики Потому что частные компании Они менее подвержены На мой взгляд, насколько я знаю Менее подвержены контролю То есть это деньги компании И они не обязаны отчитываться Перед налогоплательщиками Как государственные компании Поэтому все более гибко, наверное У них, скажем Но при этом они тратят деньги, как хотят На выполнение заданий С точки зрения государственной компании Вы понимаете, да Что все деньги, которые государственная компания тратит Она должна за них отчитываться Потому что это деньги бюджета За каждую копейку Да, да, это деньги бюджета Поэтому, с одной стороны, это так С другой стороны, нельзя не отметить Что объемы финансирования Несравнимы нашей космонавтике и их космонавтике То есть Деньги, которые Илон Маск И свои И, соответственно, огромные государственные заказы Которые он тратит на космическую программу Они, конечно, огромны Тут и, скажем так, и в этом плане Очень много денег тратится Но Если есть средства Если есть люди, которые эти средства получают То, наверное, что-то будет двигаться быстрее То есть Рано или поздно у нас все-таки Этот сегмент частной космонавтики возникнет У нас в России И будут свои частные компании Уже одно время были какие-то попытки Там под спутником Ну, надо не забывать, что Илон Маск Это подрядчик Государственный подрядчик И огромное количество Огромная часть финансирования Идет все-таки от государства Вот, поэтому Нельзя сказать, что он за свои деньги Все создает Может, он более гибок в расходах Да, в распределении средств внутри компании Но, в частности, помощь государства фактически его финансирует В части программы о снабжении МКС, например Поэтому, если у нас есть такие компании, которые могут полностью взять на себя снабжение станции И финансирование будет наряду с уровнем США Наверное, ничто не мешает нам создать такую же компанию То есть, будут успехи Будут примерно такая же история Я думаю, да Вопрос в деньгах, воле В государственном подходе Да, умных людей Действительно, умных людей у нас Талантовых людей у нас Инженеров у нас хватает Вот Задача Но это вопросы не моей компетенции Это, скажем так, более высокого уровня Я все-таки вас почему об этом спрашиваю Потому что, опять-таки, если читать прогнозы в отношении космонавтики Там действительно большое внимание уделяется Именно развитию частных компаний Частных полетов, коммерции в космосе И вы тоже ведь наверняка во время полета Тоже какие-то коммерческие вещи выполняли Потому что там же идут исследования В общем-то Ну, направленные на пикпертиву Я по части исследований Не могу здесь ничего сказать Потому что для космонавта, который выполняет эксперименты На борту станции Эксперименты не делятся на Свои, не свои Свои, не свои Нам приходит программа Нам приходит задание На борту инструкции Мы выполняем Мы можем даже не знать Из какого источника Кто Конкретный получатель результатов Мы понимаем Полностью Задачи эксперимента Его Нюансы Тонкости Природу Физику процессов Все это мы понимаем Большие Да, конечно В подготовке научной программы И в подготовке технического обеспечения Работают тысячи людей на Земле То есть Роскосмос, Российское космическое агентство И предприятие Роскосмоса Это огромные коллективы И каждый делает Каждый человек буквально вносит свой вклад в работу станции То есть мы буквально вершины космонавтов Это вершины пирамиды Которая стоит на коллективах из сотен тысяч людей И, конечно, все космонавты это понимают И они, конечно, очень благодарны тем людям Которые С которыми мы вместе работаем От которых зависит В том числе и выполнение Нашей программы полета И именно из-за этого мы понимаем Насколько большая ответственность Перед людьми Которые все сделали для того Чтобы мы могли сделать свою работу И это тоже один из элементов такой нагрузки Что ты не можешь подвести этих людей Которые внизу Поговорим о прогнозах Вот очень любопытно ваше видение того Куда сейчас пойдет Не сейчас, а лет через 10-20 Пойдет космонавтика Уже начали говорить о пилотируемом полете на Марс Говорят о широком развитии Вообще вот этой коммерции Когда там в космос будут летать Чуть ли не бабушки с дедушками И прочее-прочее Вообще куда двинется сейчас космонавтика Скажите Не сейчас, а через 10-20-30 лет Мне сложно сказать об этом Мечтать мы можем все Как у одного из ярких представителей отрасли Просто хочется Дело в том, что развитие космонавтики Национальной определяется Федеральной космической программой Это такой документ В котором расписано Как мы будем работать В каком направлении мы будем идти И сейчас у нас есть Федеральная космическая программа До 2025 года Которая предусмотрена развитие И спутниковой группировки И развитие международной космической станции Готовится проект Федеральной космической программы На следующие 5 лет С 2026 по 2030 год И когда этот документ появится Естественно в нем будут отражены Все направления движения Стратегические Которые Согласно которым Мы будем двигаться вперед К космонавтике То есть это Большая работа Ответственных людей И инженеров Которые входят В специальные Группы И целый институт Работает над этим И ученые То есть Это Не мнение одного человека И не мечта Это конкретная Космическая программа Которая принимается На уровне нашего государства Концепция движения вперед И я не могу сказать Что в ней будет Написано Поэтому Давайте подождем Осталось немного Потому что я думаю Она уже верстается Лично мое предположение Что конечно же Будет продолжаться Развитие пилотируемых полетов Мы знаем Что сейчас готовится Проект по Российской орбитальной станции Национальной орбитальной станции Будет конечно развиваться Спутниковая группировка Будет Есть проекты по По исследованию Луны Вот Как это подробно будет расписано В космической программе Я вот не могу сказать Что направления И в сторону Луны И в сторону орбитальной станции Они конечно сохранятся Пилотируемый полет человека На Марс Не ранее 2050 года Вот совсем не могу ничего сказать Пофантазировать можно Человек Как мы уже в начале говорили Всегда стремится Расширить Своё присутствие в космосе Поэтому мы всегда смотрим вперёд Ну вроде какие-то планы У НАСА У ЕК У Роскосмоса Какие-то даже совместные Идут сейчас переговоры Вот именно К сожалению Не могу сказать никаких деталей Но человек Ну как человечество Не только Не только же конечно Роскосмос смотрит В даль Но и НАСА И ЕК Тоже готовят свои программы У них тоже есть Такие документы Основополагающие доктрины По дальнейшему развитию Своей космонавтики национальной Ну рано или поздно это будет Рано или поздно это будет А вот когда Не могу сказать Но каждый день Мы делаем небольшие шажки В сторону Развития космонавтики Сторожно расширения Присутствия человека в космосе Сергей Владимирович Вот возвращаясь к вопросу О международном сотрудничестве Вы летели В космос Вместе Вместе С астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс Ведь правильно Я это правильно Выразился И она летела вместе с вами Вы вместе с ней работали Вообще вот как Это вот так взаимодействие С американцами Как оно вообще происходит Там есть какие-то там Тайны Есть какие-то там Перегородки Какие-то там При этих При Вообще Возникали ли трудности Мы давно работаем С НАСА Проектом Международной космической станции Ей уже Самой станции Уже больше 20 лет А естественно Сам проект Был утвержден И начал разрабатываться Гораздо раньше Поэтому Можно сказать Мы уже сработались И никаких вопросов В совместной работе У нас Критических не возникает Конечно Рабочие моменты есть Они обсуждаются Есть Двухсторонние документы Даже не двухсторонние А многосторонние документы Потому что здесь Участвует Европейское космическое агентство Японское космическое агентство То есть Есть документы Описывающие Этот проект И нашу совместную работу И Это очень Очень классный проект Потому что Он показывает Что мы можем Вместе работать И договариваться И создавать Что-то общее И работать Плечо к плечу Без Без разногласий Конечно Как даже Внутри Какого-то коллектива Когда реализуется Какой-то проект И есть Разные видения Что Одна сторона Хочет вот так Сделать Другая сторона Говорит Нет давайте Вот лучше так Сделаем Это все обсуждается У них там свое начальство У вас свое начальство Но все равно Все стороны Они договариваются Обсуждают И решают Приходят к единому мнению И тоже Космонавты В этом плане Это профессионалы И мы работаем Как профессионалы С профессионалами То есть Американцы Ценят очень наш Профессионализм В космосе Мы ценим Их профессионализм И у нас Очень хорошее Доверительное Уважительное Отношение Друг к другу У астронавтов И космонавтов То есть Ваш полет С Кэтлин Был Относительно Ну Не относительно А комфортным Беспроблемным Да Мы вместе Тренировались Мы вместе Работали Вместе Выполняли Какие-то эксперименты Жили на станции Полгода вместе У нас не возникало Никаких противоречий Потому что Мы знали Правила По которым Мы работаем Ну и конечно Была теплая Дружественная Атмосфера Вот уважаемый Телевизор К чему надо Стремиться Именно Вот к таким Добрым Дружеским Взаимным Обязательно Слово Отношениям Этого сейчас К сожалению На земле Не хватает Вот Брать Пример Людей Которые Там В космосе Сами Прекрасно Договариваются Прекрасно Договариваются И У которых Действительно Есть чему Поучиться И Возвращаясь К вопросу Об МКС Скажите Пожалуйста Мы Постоянно Слышим Дискуссии Сейчас О том Что 20 лет Уже МКС Сказали Она Проектировалась Еще раньше И Постоянно Эти Вот История О судьбе МКС Они Со страниц СМИ Не Уходят Какие-то Трещины Какие-то Учечки Какие-то Драматические Вещи И Мы же Мы же Переживаем За За вас И Вот Это Все И Вот Буквально Недавно По-моему Чуть ли Это Третьего Лея Третьего Лея Или Шестого По-моему Шестого Февраля Было Наседание Очередное Очень У нас В России По поводу Судьбы МКС И Сказали До 28 Года Продляем Ничего Страшного Скажите Что там Вообще Происходит Опасные Трещины Учечки Ну Откровенно Говоря Когда Проект МКС Создавался Он Вообще Планировался Для использования До 2020 Года Затем Соглашение Было Продлено До 2024 Года Сейчас Группа Которая Проанализировала Состояние МКС Сказала Что мы Будем Эксплуатировать До 28 Года То есть Здесь Наоборот Надо Порадоваться Потому Что МКС Хоть Создавалась С Ресурсом На 20 Лет Может Работать Дольше Ведь 2020 Год Уже Прошел И МКС Работает В плане Каких-то Технических Неисправностей На МКС Ну Наверное Нельзя сказать Что это Приятно Но Тем не менее Сказать Что это Что-то Из ряда Вон Выходящее Тоже Нельзя Потому Что Международная Космическая Станция Это Машина Которая Уже Больше 20 Лет Работает Без Остановки Она Обслуживается Происходит Плановый Неплановый Ремонт И Она Постоянно Работает Ее Нельзя Остановить Обслужить И Потом Запустить Снова Поэтому Для Такого Огромного Сооружения Станция Масса 450 Тон С Большими Размерами Которая Непрерывно Функционирует Это Действительно Это Серьезно И Комиссия Которая Рассматривала Техническое Состояние Станции Там Входят Достаточно Компетентные Люди Я Уверен В плане Оценки Состояния Станции Заметно Компетентнее Чем Я Конечно Безусловно Поэтому Если Уж Люди Которые Создавали Эту Станцию И Знают О ее Состоянии И Последят За этим Состоянием Говоря Что Станция Будет Работать До 28 Года Конечно При условии В том Что она Будет Обслуживаться Как Необходимо Значит Она Будет Работать До 28 Года И Это Безопасно Потому Что Безопасность Стоит Всегда Во главе Угла И Если Было Небезопасно То Конечно Никто Не Стал Продлевать Работу Станции До 28 Года Спасибо Вы Значительную Долю Тревожности Убрали За Вас Тревожность Наверное Это То Чувство На Котором Можно Сыграть И СМИ Очень Любят Эти Новости Но На Станции К Счастью Все 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 Что Драматичного Ничего Очень Драматичного Нет То При Космических Полетах В первую Очередь Это Всегда Идет Оценка Безопасности Экипаж Должен Бить Безопасности Всегда Если Что-то Происходит Конечно Принимаются Все меры Для того Чтобы Любую Опасность Исключить Вот Такой Вопрос Космонавтика Она Всегда Привлекала Деятелей Искусства И Мы Видим Достаточно Большое Количество Кинематографических Лент Про космонавтов Про Про их Подвиги Про их То есть Снимает И Голливуд Снимает И Наши Кинорежиссеры И Вот На скидку Например Смотрел Время первых Мне очень понравилось Да Там Марсианин Хорошая Вещь Гравитация Вообще Какой-то Безумный Боевик Такой Про космос Скажите Пожалуйста Какие Вот Фильмы Наиболее Как бы Более Правдиво Где-то В них Замешан Вымысел Желание Породить Грителя И Частенько Перегибает Палку Погоня За зрелищностью Какие Фильмы Порекомендуете Чтобы Были Прям Ну Близко Ну Как говорится Все фильмы Они на любителя Кто-то Любит Больше Зрелищность И Движение Кто-то Больше Философскую Мысль Кто-то Любит Драму Поэтому Здесь Наверное Каждый Сам Должен Выбирать Из Списка Фильмов О космосе И Наверное Если бы Не было Какого-то Драмы В космических Фильмах Это Наверное Были бы Документальные Фильмы Потому что У нас Сами Космонавты При полетах Космос Ну Меньше всего Заинтересованы Чтобы Какая-то Драма Произошла Я же Да Говорил Что Должна быть Стабильная Работа Выполнение Задач И безопасность Но Тем не менее Иногда Случаются Какие-то События Такие Драматические Которые Сами космонавты Достаточно Спокойно Сами Относятся Но Задача Кинематографа Как раз Найти струну Души Зрителя И Сыграть На этих струнах На волнении На драме Поэтому Фильмы Могут быть И Большей частью Правдивые И Быть Откровенной Выдумкой И Фантастикой То есть Там Марсианин Например Или Гравитация Это Конечно Такая Очень Очень Красивая Фантастика Фантастика Да Очень Красивая Да И Кто-то Кто любит Красивую Картинку Кто-то Любит Драму Конечно Будет Эти Фильмы Ценить Например Есть Очень Хорошая Фантастика Она Тоже Драматична Интерстеллар Но В ней Уже Рассматриваются Законы Релятивистской Физики И Она Такая Для Подумать Там Больше Философии Кому-то Это Нравится Мне Например Интерстеллар Очень Нравится Время Первых Тоже Вроде Б Исторически Можно сказать На реальных событиях Основаны Фильмы И Консультантом Был Алексей Архипович Леонов Человек Который Непосредственно Участвовал В этих событиях Которые Описаны Но Все равно Там Много Драмы Потому Что Фильм Должен быть Скучный Он должен Конечно Затянуть Зрителя Вот Поэтому Есть Хороший Фильм Американский Аполлон 13 Там Тоже Драма Она тоже Основана На реальных Событиях Вот Поэтому Здесь Каждый Зритель Наверное Свой Выбирает Фильм Про космос Который Больше Нравится Больше Драматизма Больше Фантазии Красочнее Главное Что о космосе Ну Жизнь Остается Жизнью Кино Остается Кином Конечно И Вот На этой Такой Культурологической Ноте Позвольте Завершить Интервью С вами Сергей Владимирович И я С удовольствием Благодарю вас За беседу За столь Интересную И К нашим Телезрителям Обращаюсь Скоро В праздник 12 апреля Поздравьте Друг Друг Днем Советской Космонавтики И Я Представляю Еще раз Нашего Гостя Это Куть Сверчков Сергей Владимирович Летчик Космонавт Герой Российской Федерации Вот такой У нас Сегодня Теловек Большое Вам спасибо Ну а С вами Был Журналист Казанского Федерального Университета Альберт Бекбов